Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Или как мешает тем, кто хочет просто поиграть в Warface? Рокутаген, давай начнём с самого главного вопроса. Почему ты записываешь в трусах? Потому что, Капитан Очевидность, во-первых, моему кондиционеру 18 лет, и он немного уже как бы не тот, что был раньше, а во-вторых, на улице не самая прохладная погода. И поэтому, как я должен быть одет? В тулуп, что ли? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Моппет, Капитан Очевидность, наш красавчик. У него всегда одна погода, у него всегда треники такие, с пузырьками на коленях, и ему всегда хорошо. И сегодня, друзья, тема у нас достаточно острая, бомбящая, выжигающая пердачки. Причём сразу с двух сторон, потому что мнение, я думаю, разделяться. Не так давно ко мне обратилась подписчица Диана, которая сказала, что она любит бегать белую акулу. Вот только есть одна проблема. Регулярно там появляется один игрок по прозвищу Жаро. Как вы думаете, чем он занимается? Я думаю, Жарит. Правильно, Капитан Очевидность. Именно, что Жарит своих тиммейтов. Он убивает их с дробовика, а потом резает. Таким образом, фармия то ли урон, то ли резы, я этим никогда не занимался, никогда не фармил на ПВЕ. Мне всё было насрать, и не на ПВЕ, и не на ПВП. Я всегда играл в режим так, как он был задуман. На победу, на проход, на что-нибудь такое там, фраги настралять максимум. Всё. Никаким фармом я не занимался, никаких рекордов не ставил. Мне всегда это было неинтересно. Как я думаю, на самом деле, и большинству игроков. Они приходят в игру просто поиграть в своё удовольствие. Проблема здесь заключается в том, что Диана высказывала своё негодование, что, мол, я не хочу этим заниматься, дорогой, так сказать, игрок-товарищ рандомный. Давайте не будем. Но он ни в какой диалог с ней не входил, и просто дальше продолжал её терроризировать, лишая нормального геймплея. Вы знаете, друзья, когда-то и я с подобным дерьмом сталкивался. Тоже, кстати, на белой акуле. Тогда я помню, я нашёл, скажем так, выход. Я подождал нужного момента, и когда боты стали переть со всех сторон, а снаряга тогда было попроще, и как бы надо было занимать определенные позиции. В общем, как бы все тиммейты были рады, что меня фармят, меня фармили, и всё было замечательно. А потом наступила опасная ситуация, когда всем надо собраться и играть. Вот тогда я их всех в спину, сука, и перестрелял. Миссия слита! Чат горит! Я радуюсь! По делам! Но Диана решила, что сама не будет никому катку руинить, а поэтому она, как человек добросовестный и законопослушный, обратилась в службу поддержки. Показала видео, показала скриншоты, написала жалобу, и сказала, что игрок нарушает пункт 16 правил игры. Действительно, знаете, в пункте 16 есть один интересный момент. Я зачитаю. Запрещено создание в игре для других лицензиатов помех, не предусмотренных имеющимся игровым процессом. И как это порой и бывает, её общение с техподдержкой переросло в долгосрочный такой срач. И она постоянно требует, ребята, что вы, чем вы там занимаетесь, какие результаты по моей жалобе. Я скажу, что типа мы всё приняли, дополнительная проверка, всё инициировано, мы проверяем. Ну и, короче, в итоге имеем вот такой прямо ворох отписок. По сути, отписок, потому что, как говорит Диана, товарищ Жаров продолжает жарить. И до сих пор нормально играет. Никто его, судя по всему, не банил. Ничего с ним не случилось. И он дальше продолжает другим, несогласным с ним, игрокам диктовать правила игры на белой акуле. А с какого это хрена они так ей отвечают? А вот тут самое интересное, Капитан Очевидность, Дело в том, что пункт 16, он такой, знаешь, расплывчатый. Что значит создавать помехи игрокам другим и как бы нарушать предусмотренный геймплей. По сути, он вроде как и нарушает, а вроде как не нарушает. Он же не препятствует прохождению миссии. Миссию-то они в итоге проходят? Проходят. Он использует нормальные игровые механики. То есть, резает тиммейтов, там, убивает, резает. То есть, в принципе, игрой это предусмотрено. Другое дело, что игрок по умолчанию рассчитывает совершенно на другое. Игрового, скажем так, договоренности игроков не было. Она не имеет места быть. И поэтому, собственно говоря, он вроде как и нарушает, а вроде как и не нарушает. И в этом самая большая проблема. И именно поэтому этого игрока, я подозреваю, и не банят. Хотя все доказательства собраны. На самом деле, они могли бы его забанить, если честно. Потому что никаких комментариев к данным правилам я не видел. И, скорее всего, их просто не существует. То есть, есть правила, но как их трактовать, официальных комментариев к этим правилам не существует. Вспоминается такое явление, как макросы. Помните, когда-то у нас была такая болезнь в Warface макросов. Когда была дикая отдача, и игроки, каждый второй, третий, просто с удовольствием большим юзал эти самые макросы. Так вот, очень много слухов ходило, очень многие там грозили, что того или иного игрока забанят. Однако, за всю историю использования этих макросов, ни одного подтвержденного случая за макросы не было. И единственный человек, которого точно, вот точно забанили в связи с так или иначе макросами, в связи с этой сферой, это был такой у нас один человек, который делал видео по макросам на ютубе. Но, кстати, его вообще забанили по пункту двадцатому, и сказали, что типа он четырил. Он, говорит, никогда не четырил, и судя по всему, забанили именно поэтому. Так что, тема очень такая, знаете, зыбкая. Пункт пятый, использование ботов. Здесь то ли подходит с этими макросами, то ли не подходит. И абсолютное большинство, как юзалы, кто-то до сих пор юзает, так и не были забанены за это явление. Но если вдруг Мэйл захочет кого-то забанить, и он как-то косвенно даже подходит под этот пятый пункт, там, он выпускал макросы, то, в принципе, они могут его забанить по пятому или двадцатому пункту. Никаких проблем. Так и тут. Ну, если бы, может быть, генеральный директор Мэйла играл в Warface, и его бы товарищ Жаров жарил, то товарища Жарова самого бы очень быстро отжарили. Причём, вообще, возможно, раз и навсегда. Без проблем. И по шестнадцатому пункту, и по двадцатому, и просто по пункту пошёл ты нахрен отсюда, и всё. Ты ещё обещал тему глиномесов раскрыть. А да, это хорошая тема. Тема глиномесов весьма важна, Хэп, согласен. Есть такие ребята, которые мне попадались. И, кстати, уже неоднократно. Ребята, которые просто препятствуют прохождению ПВЕ-миссии мне. Я не знаю зачем, и, как я понимаю, не только мне. Эти не очень хорошие люди, например, сидят за забором. Как на этом отрезке. Здесь, понимаете, ситуация была немного не такая. На самом деле, человек просто реальный нуд. Он новичок, и он затупил и не знал, как через этот забор перелезть. Но есть специально, кто руинит катки. Он стоит за забором и не двигается, пока вся остальная команда не ливнёт. А потом он сам перепрыгивает, идёт и, собственно говоря, завершает миссию, как я понимаю, в одиночку. Есть такие люди. Мне неоднократно встречались люди, которые остаются в вертолёте. Есть ПВЕ-миссии, которые, если ты из вертолётов хоть один игрок не вышел, миссия дальше как бы не играется. То есть бота не появляются, задание не выдаётся. И, собственно говоря, эти люди ждут, пока остальные, как я понимаю, ливнут. А потом, собственно говоря, сами играют. Я не знаю, может они хотят какие-то там дополнительные ачивки получить. Может больше ботов. Я не знаю, зачем это делается. Может быть специально навредить игрокам о игре. Я без понятия. Но это факт. Я на таких игроков неоднократно, подчёркиваю, неоднократно, посылал жалобы. Многократно, прям вот пачками слал, что вот так и так, они препятствуют туда-сюда. Я видео не записывал. Почему не записывал? Потому что я не считаю, что игрок должен, обязан записывать видео. Я должен записать видео, чтобы была инициирована проверка. Я не обязан. Это ваша игра. Разработчики, вот серьёзно, кто занимается этим отделом борьбы с нарушителями. Это ваши проблемы. Вы должны это выяснять. Моё дело, максимум, это просто отправить сообщение, что игрок нарушил. Всё. Но остальное, это ваша работа. Записывать, создавать где-то на отдельной теме, там, слушать, поддержки. Это детский сад. Ну скажите кому-то на Западе в современных играх, что мы, блин, для того, чтобы забанили читера, или какой-нибудь там, бустера и так далее, всех этих. Мы, блин, создаём специально на сайте, на отдельной странице, специальный запрос, записываем видео, всё это заливаем. Там смеяться будут, но это не серьёзно. Это ваша работа. Расширяйте штат, больше платите, не знаю, там, новые технические средства завозите. Это ваша работа, а не наша, бороться с читерами. Мы вообще не должны этого делать. Серьёзно, дорогие люди, мы не должны бороться с читерами. Мы не должны бороться с баггерами. Это вообще не наша задача. Вообще не наша. Это вообще не наша, как бы, это не наши полномочия. Наши полномочия здесь всё, по сути. Но, к сожалению, у нас так. Так вот, эти добренькие ребята-длинномесы, они запарывают ПВЕ. Я один раз смог, как бы, дотерпел, и этот парень, точнее, их двое тогда было. Они сидели в вертолёте, что-то там ходили, стреляли, ножами так дурелали. Они сами ливнули. Я поставил музыку, поставил какого-то там, не помню, что-то там на Ютубе, Долго, я не знаю, 10 минут, 15, сколько. Короче, они ливнули. У них психика не выдержало. То есть, они поняли, что я могу это бесконечно делать. Реально, бесконечно, могу очень долго ходить. Они, короче, ливнули, эти ребята. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы не они ливнули, а чтобы, сука, меч правосудия. Мэйл, возьмите, пожалуйста, вот, меч правосудия. На тебе, сука, банхаммером, бля. Вот так, вот так, мечом своим, карающим. Это надо делать. Это надо делать. Потому что эти люди, их реально много. Я вспоминаю все предыдущие компендиумы. Кстати, ну, не только же хайд надо. Должен Мэйл похвалить. Я был неправ насчет Гаргоны. Гаргона это единственный боевой пропуск за всю историю, которую я одобряю. Я очень много на нее говорил. Каюсь, был неправ. Ну, я свои ошибки признаю, если я был неправ. Гаргона не идеальный. Ой, там тоже куча... Какие-то задания туда, все цены большие. Но суть не в этом. Честно. Гаргона лучший боевой пропуск за историю Warface. Серьезно. Я просто играю РНки и ПВЕшки и мясо. Я даже ни разу в задания не заглядывал. Вообще ни разу не заглядывал. Я открываю кейсы за победы, кейсы за ресурсы. У меня уже до хрена всего. Я вообще ничего не делаю. Я даже не знаю, какие там задания есть. Мне это не интересует. Я просто играю и получаю призы. Вот. Уже хотя бы вы встали на правильный путь. Но. Когда были старые эти компендиумы наши все. Синдикаты, Армагеддоны, как бы наклоны. Там все вот это. Для тех, кто хочет просто играть любимые режимы и больше не запариваться. Это говно было. А мы как бы думаем, все согласятся, что так же, как и я играю. Пошел там то-то один-два режима любимых. Все, остальное меня не интересует. Это вот это было говно. А вот это, Гаргона, в принципе, нормально. Уже ничего, кое-что. Так вот. Когда были прошлые компендиумы, меня постоянно с паблика кикали. Ребята тоже. Не, я понимаю, что им надо выполнять компендиум. Но они не одни на свете. И вообще игра изначально была придумана не для того, чтобы люди сговаривались и фармили что-то. Понимаете? Я ищу. Это Чарли был. Я тогда еще на Чарли был. Ищу 5-7-8 минут штурм. Любимую какую-нибудь карту, которая нравится. Мне верх, например, нравится. Я ищу, 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 ищу эту верх. Нахожу. Захожу в комнату. Там пацаны уже сговорились через быстрый поиск. Представьте себе. Они там какое-то задание выполняют. Синдикаты или чего-то там еще. Ну а я-то что, блин? Я стою как дурак, блин. Я вначале даже не понял, что происходит. Я в одного выстрелил. Меня, блин, кикнули сразу. Молодцы, пацаны. Не, серьезно. Была бы моя воля, я бы разработчиком был. Я бы это тоже забанил нахер. В играх современных. К этому пришли. Вот. Людей, которые препятствуют нормальному геймплею, надо банить. Если люди сговорились там, фармят. Да пусть фармят, кому они мешают, правильно? Если товарищ Жаров с другим Жаровым сговорится, и они будут друг друга там нормально там на белой акуле как бы пропускать через это, через дефы. Да на здоровье как бы, шпилевили как бы. Ну мы сегодня как бы, сами понимаете, в толерантном обществе живем. Кто против-то? Но, если он жарит других, ну это не честно. Они против, понимаете, они не сговаривались. Да я пойду на белую акулу, например, на белую акулу играть. Я зайду, а меня какой-то товарищ Жаров жарит. Оно мне надо. Да банхамеру ему, сука, за это. Оно мне надо. Я пишу, не надо, не надо. Мне такой был опыт. Не надо так делать. Нету меня убивают. Да какая мне разница, что ты фармишь? Это твои проблемы, родненький. Я не фармлю резы. Мне не пофигу, сколько там урона наносишь. Это твое дело. Я хочу нормально белую акулу поиграть. Я хочу просто миссию пройти. Пострелять. А не лежать постоянно, чтобы меня резали. Мне не в кайф так играть вообще. Ну а твоих-то гавриков хоть одного забанили. На которых я посылал. Мне ни одного вообще не забанили. До сих пор. То есть у меня уведомление о том, что вот эти типы, которые препятствуют прохождению ПВЕ-миссии, что они забанили. Ни одного, ни одного за все время мне уведомление не приходило. Так что такие дела. Прошу обратить мейл на это внимание. Есть люди, которые формально вроде как ничего не нарушают. И вы их не баните. Но они нарушают. И вы это прекрасно понимаете. Они препятствуют нормальной игре. Кто-то стоит в вертолете. Но эти конкретно, кстати, попадают под пункт 16. Мои. Конкретно. Они попадают, потому что они препятствуют прохождению миссии. Потому что пока что мы не ревнем, они дальше не двигаются. Миссия, как бы все. Она слита для игроков. Типа товарищи Жарова. Они вроде как не препятствуют, но они портят другим игрокам игру. Серьезно. Благодаря таким Жаровым вы лишитесь еще какого-то количества игроков. И так будет дальше. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мой призыв такой. Если, вот в этом случае понятно, что видео должно быть доказательство, то мало ли что как. Если есть видео доказательства и по геймплею, и по чату, либо каким-то другим моментом видно, что, скажем, человека фармит, хотя он того не желает, что другой игрок это прекрасно понимает. И этот игрок намеренно портит ему игру, просто для того, чтобы портить, либо для каких-то своих личных целей, там корыстных, нафармить что-то, что-то сделать, то я предлагаю применять к этим игрокам 16 пункт. Потому что, ну поскольку там никаких комментариев нет. Захотите, примените. И я думаю, что на самом деле мир от этого станет только чище. Я не призываю банить людей навсегда. Как тех глинномесов в вертолётах, что товарища Жарова. Но, если человек не понимает, что он ни один на этом свете, ни один в этой игре, и он мешает другим, то я думаю, пару дней в недельку ему от Warface на первый раз отдохнуть стоит. Гляди, и прозреет. Да. В любом случае, дорогие игроки, я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Я знаю, будет половина несогласных, половина согласных. Ну, как бы, надо было высказать своё мнение, и я от него не отказываюсь. Дорогие разработчики, я знаю, что видео вам не очень понравилось, но это правда. И это проблема, которую я осветил, и она есть. И она, из-за неё люди уходят тоже из Warface. Серьёзно. Вот есть ПВЕшники, он побежал нормально поиграть. Глинномесы всё ему слили. Надеемся на вас, разработчики. Mail.ru, отдел по борьбе с читерами, с нарушителями. Надеемся на вас. Не будьте вот этим ботом Т-800, который только от писки пишет. Будьте действительно людьми компетентными. Я знаю, что у вас такие есть, в поддержке они есть. Я надеюсь, что их будет больше. А меры по отношению к нарушителям будут всё-таки пожёстче. Если всё это понравилось по каким-то причинам, скорее всего, нет, я в курсе, то ставьте лайки. По желанию. Яйки чешите обязательно мощно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok